МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В США разбушевался ураган Сэнди, из-за которого были отключены серверы многих сетевых шутеров. А в России вступил в силу закон, который обязывает издателей проставлять возрастные рейтинги на игры, но не объясняет, как это делать. Еще в этом году начался бум игр на Кикстартере. Благодаря этому прекрасному сервису мы уже в 2013-м надеемся получить хотя бы десяток отличных игр. Правда, будет ли среди них хотя бы один онлайновый проект, это еще большой вопрос. Но даже если на средства Кикстартера так и не смогут сделать ни одной приличной онлайн-игры, ничего страшного не случится. Их и так запущено предостаточно. И с каждым годом становится все больше. В 2012-м мы получили немало выдающихся онлайн-игр. Ну и массу ерундовых, конечно. Самое удивительное случилось весной, когда мы стали свидетелями взрывного роста популярности Days. Истории, когда модификации игры становятся популярнее самой игры, то сей поры было всего две. Это Counter-Strike, которая начиналась как любительский мод Half-Life, и Dota, самая популярная пользовательская карта Warcraft 3. Days — это модификация военного симулятора Arma 2, который вышел три года назад. Игра в целом неплохая, но и не гениальная. Мод Days показал ее с неожиданной стороны. Выяснилось, что пытаться выживать, когда приходится драться за каждую банку тушенки с толпами зомби или другими игроками — очень интересно. Летом 2012-го мы наконец дождались выхода одной из самых мистических и загадочных онлайн-игр. The Secret World. В коммерческом плане игра, к сожалению, провалилась. До сих пор мы знаем только про 200 тысяч купленных коробок, что ничтожно мало для столь масштабного проекта, и про то, что половина команды Funcom после релиза была уволена. The Secret World, по словам разработчиков, оказалась слишком инновационной, чтобы нравиться всем подряд. На самом деле игра очень достойная. В ней весьма удачно реализован альтернативный мир, в котором на каждом шагу встречаются всякие лавкрафтовские твари, безумные маньяки и члены тайных сообществ. Основные беды секретного мира — не самая интересная боевая система и довольно странная прокачка. В ней полно уникальных загадок, но почти нечем заняться после того, как прокачаешься. Скорее всего, это последний крупный проект Funcom, во всяком случае, на ближайшие несколько лет. А вот вышедшее в конце лета Guild Wars 2 стартовало очень удачно. Сразу после релиза игра возглавила британский чарт продаж, а через две недели издатель отрапортовала двух миллионах проданных копий. Guild Wars 2 — очень красивая игра, в которой реализовано несколько необычных идей. Например, тут вы можете сразу получить персонажа максимального уровня и отправиться в драку. Кроме обычных полей боя, в игре есть совершенно уникальный режим, в котором сражаются между собой игроки трех серверов. Это настоящая война, в которой можно захватывать замки, использовать осадную технику и даже грабить караваны. Кроме того, в игре почти нет классических квестов. Вместо них на каждом углу происходят какие-то события, к которым можно подключиться в любой момент, например, помочь спасти горящую деревню или прогнать бандитов в здоровье. В 2012-м мы наконец-то дождались выхода Counter-Strike Global Offensive. Получили ровно то, что и ожидали. Все старые фишки игры на месте, даже карты те же самые. Правда, теперь они скомпонованы чуток по-другому. Где-то появился новый проход, где-то изменились освещения или пропорции помещений. Игра теперь красивее, стволов стало больше, да еще разработчики подкинули пару новых режимов. В целом, если вы провели сотни часов Source или 1.6, то и Global Offensive должна прийтись вам по душе. А еще в нее можно играть на консолях. Правда, настоящие фанаты Контры вряд ли захотят поменять клавиатуру и мышь на геймпад. Осенью был запущен в открытое тестирование Mac Warrior Online. Это многопользовательский шутер в известной вселенной Battletech, где каждый боец управляет мехом, огромным человекоподобным роботом. В игре сейчас два основных занятия. Можно драться в составе команды из восьми мехов против другой такой же команды или отправиться в ангар. Там с вашим мехом можно сделать все, что душе угодно. Заменить корпус, установить новые системы наведения или охлаждения, поставить сверхмощные пушки сотни разных видов. Также в декабре вышла еще одна игра про больших роботов. Она называется Hawking. У этого онлайн-шутера нет за плечами раскрученной вселенной, но выглядит он ничуть не хуже, чем маститый Mac Warrior Online. Hawking — это аркадный симулятор, в котором на первое место выходит не сложная настройка робота, а динамичный, яростный экшен. Ну и последним крупным событием 2012-го стал выход в открытое тестирование сиквела самого масштабного онлайн-шутера нашего времени — Planetside 2. Игра была запущена в лучших, так сказать, традициях Sony, то есть играть в нее сейчас почти невозможно. В ней полно ошибок. Она крайне сложна в освоении, и пока разберетесь во всех этих меню и правилах, успеете столько раз погибнуть, что может отпасть всякое желание зайти в эту мясорубку хотя бы еще раз. Мы надеемся, что в течение следующего года разработчики доведут Planetside 2 до ума. Ведь это фактически единственный онлайн-шутер, где круглые сутки, день за днем, идет настоящая война с участием тысяч человек. Закончить разбор лучших мировых релизов очень хотелось рассказом про Dota 2. Однако, хотя в Dota уже поиграл, кажется, даже самый ленивый, официально она все еще находится в закрытом бета-тесте. Мы очень надеемся, что в 2013-м это недоразумение наконец разрешится, Dota будет официально запущена, и мы сможем со спокойной совестью дать ей титул лучшей игры года. В этом году в России вышло несколько крупных онлайн-игр. В начале апреля была запущена Royal Quest. Мы возлагали на эту игру большие надежды и были почти уверены, что она превратится в эдакий русский Рагнарек Онлайн. Royal Quest действительно оказалась очень похожей на Рагнарек, но вышла явно раньше, чем нужно. К счастью, сейчас, когда мы подводим итоги года, многие ошибки и недоработки Royal Quest уже исправлены. Для новичков добавили режим обучения, а для игроков поопытнее, переделали все локации, изменили игровую механику и классовые умения. Очень хорошо в этом году поработала студия Guy Dean. Они успели первыми запустить свой авиасимулятор War Thunder, оказавшись на шаг впереди основного конкурента компании Wargaming. Хотя сейчас игра еще только в открытом бета-тесте, и многое в ней работает далеко не так хорошо, как хотелось бы, уже можно с уверенностью говорить, что это очень удачный проект. Он может понравиться как настоящему Вырпилу, который проштудировал мемуары Покрышкина и Кожедуба, и на зубок знает все характеристики самолета Второй мировой, так и обычному игроку, который зайдет в игру на полчаса провести пару боев в простейшем аркадном режиме. В 2012-м в России также появилась собственная игра в жанре МОБА, то есть онлайновая боевая арена. Она называется Panzer Forged by Chaos. Как и в других играх этого жанра, тут вы можете создать себе героя и сразу отправиться в бой. Сейчас в игре доступно четыре расы, у каждой из которых два уникальных класса. Бои идут в трех режимах на десятки интересных локаций, в числе которых есть, например, Цитадель алхимиков, Крепость людоедов или Каменоломня гномов. Выглядит русская МОБА замечательно и уже сейчас может конкурировать со многими аналогичными западными проектами. Хватит пялиться! Играть иди! Единственной онлайн-игрой мирового уровня, которая была локализована для России в этом году, оказалась яркая и динамичная Dragon Nest. Это очень необычная онлайн-игра. В ней есть элементы Диабло, потому что большую часть времени вы будете зачищать подземелья от полчищ монстров. Она близка к Mortal Kombat, поскольку в ней очень зрелищная боевая система без выделения цели, с комбоударами и прыжками. В то же время на месте и все элементы классической большой онлайн-игры. Тут есть и квесты, и прокачка характеристик героя, и крафт, и ферма с прудом, и несколько пиви-пережек. За рубежом Dragon Nest уже стала киберспортивной дисциплиной, по которой проводятся соревнования с серьезным призовым фондом. В России все это тоже будет чуть позже. Других серьезных локализаций в этом году не было. Русскими серверами так и не обзавелись ни League of Legends, ни Terra, ни Guild Wars 2, ни Blade & Soul. Порадовала нас разве что компания иного, которая пообещала выпустить Planetside 2. Ну и они пока не продвинулись дальше обещаний. Если вы приняли участие в открытом тестировании игры, то могли заметить, что там уже есть опция включить русский язык, но лучше ею не пользоваться. Главным продолжением 2012-го, несомненно, стоит признать Mists of Pandaria. Дополнение получилось очень удачным. Пандорены стали расой, которая нравится как старожилам игры, так и новичкам. Старые игроки с удовольствием изучают историю одной из древнейших рас Азерота, а всем остальным просто нравятся большие и пушистые разумные медведи. В игре также появилась ферма, бои между питомцами, изменилась система талантов и начался новый виток войны между Ордой и Альянсом. Во «Властелин колец» онлайн пришли всадники Рохана. Открылась новая обширная территория, которую можно исследовать, а игроки научились драться верхом на боевых конях. Но самое интересное в дополнении — сюжет. Игра продолжает рассказывать нам про приключения Братства Кольца. Мы увидим, как оно распадется, после чего Фродо и Сэм отправятся в Мордор, Мэри и Пиппин попадут в плен, а Арагорн, Леголас и Гимли последуют за друзьями, чтобы спасти их. Аллоды онлайн также получили традиционное ежегодное обновление. Оно называется «Владыки судеб», и в нем игроки могут изучить огромный Аллод Ирдрих, познакомиться с загадочной расой Текуани, исследовать несколько новых астральных островов и рейдовые подземелья Пирамиду Тепа. Кроме того, в игре появился уникальный PvP-режим Доминион, в котором сильнейшие гильдии бьются за право контролировать территорию. Отлично идут дела и у знаменитого онлайн-шутера World of Tanks. Игра получила реалистичную физику, в ней обновили карты и добавили новую ветку британских танков. В этом году World of Tanks стала одной из дисциплин престижного киберспортивного турнира World Cyber Games. Чемпионат прошел в Китае в конце ноября и в номинации World of Tanks победила команда «Россия». Ну и в завершении нашего рассказа о главных дополнениях 2012-го упомянем Perfect World — Гнев Империи. В игре обновились условия территориальных войн, бои стали сложнее и интереснее, полностью поменялось несколько локаций и добавился новый усложненный режим прохождения пещер Вечности. Но самое интересное, теперь в Perfect World появилась специальная локация «Страна Гриоз», в которой можно оставить персонажа, чтобы он получал опыт, пока вы занимаетесь своими делами. Главный анонс этого года, конечно, The Elder Scrolls Online. Одна из самых знаменитых ролевых вселенных будет воссоздана в виде онлайн-игры. Разработчики пообещали фанатам бережно отнестись к наследию Даггерфола, Морровинда, Обливиона и Скайрима. Действие игры происходит за тысячу лет до событий пятой части. В центре сюжета война за провинцию Сиродиил, в которой сойдутся представители трех крупных альянсов. В игре будет полностью воссоздан континент Тамриэль, а сюжетная линия за каждого персонажа займет более ста часов. В отличие от оригинальных игр, в онлайновой версии появятся классы персонажей. Скорее всего, мы увидим The Elder Scrolls Online не раньше 2014-го, но уже в следующем году разработчики обещают начать масштабное бета-тестирование. Как и в прошлом году, основная тенденция рынка онлайн-игр — перевод все новых проектов на условно-бесплатную модель распространения. В 2012-м ряд игр, в которые можно поиграть, не платя за клиент и подписку, пополнили проекты самого разного качества — от убогой Mortal Online до обновленной и уже вполне приличной Vanguard Saga of Heroes. К радости всех фанатов «Звездных войн» в этом году стала бесплатной и Star Wars The Old Republic. Теперь можно пройти сюжетную линию за каждого персонажа, не платя за это ни копейки. Но если вам захочется остаться в игре и после завершения сюжета, то придется раскошелиться на дополнительный контент для прокачанных персонажей. Хотя The Old Republic в целом не оправдала ожидания издателя ни по продажам, ни по количеству регистраций, она все равно жива и регулярно обновляется. А после перевода на условно-бесплатную модель, вероятно, будет обновляться еще чаще. Одним из самых интересных событий года стало масштабное закрытие Final Fantasy XIV. Обычно разработчики любят привлекать внимание к открытию новой игры, но уж никак не к закрытию старой. Однако команда Square Enix превратила отключение серверов в целое представление. Однажды они поняли, что переделывать неудачную 14-ю финалку будет дольше и дороже, чем сделать новую игру с нуля. После этого в Final Fantasy XIV началась масштабная подготовка к концу света. В течение полугода игроки пытались спасти обреченный мир, на который падала луна. Им это, конечно, не удалось, зато они получили массу потрясающих впечатлений. Ну а самым запоминающимся событием 2012-го стал выход онлайн-шутера Warface. Игру разработала компания Crytek, авторы Far Cry и Crysis. Это очень красивый и динамичный сессионный шутер с потрясающими возможностями для командной игры. В России серверы Warface были открыты 12 апреля, и это первый случай, когда игра подобного масштаба запускается в первую очередь у нас, а уже потом в Европе. К концу 2012-го Warface стал самым популярным российским онлайн-шутером и победил в народном голосовании на премии Рунета. Нам осталось лишь поздравить вас с наступающими праздниками. Желаем вам в следующем году только самых лучших, интересных и захватывающих игр. О том, какие игры стоит ждать в 2013-м, мы расскажем уже в январе. Оставайтесь с нами на GamesMail.ru и счастливого вам Нового года! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова